Всем привет, мои дорогие! А у нас на набережной так красиво! Скоро будет! Я уже сейчас что-то делаю. Я только что попрощалась с Катюшей, моей подружкой. Мы с ней выпили кофейку, поболтали. И я сейчас решила чуть-чуть походить, поснимать, что там дальше происходит. Потому что без машины еду с цветами. Такая активная работа, подготовка. Интересно, что уже будет. Да, кстати, я знаю, что будет 23 апреля. День, можно сказать, независимости Турции. И День защиты детей. То есть два праздника в одном. В один день. И поэтому у нас с Ашкемом будет повод походить, поснимать. Тут, наверное, будет и ярмарка, как всегда. Несколько дней это будет однозначно. Вот наша красивая набережная Веран-Чехир. Море сегодня обалденное. Вчера и позавчера штормина. Небольшой ветерок. Небольшой, я считаю. Температура, наверное, 24 градуса. Машины едут. Мои дорогие друзья, А я пойду посмотрю, что там впереди. И вам покажу. Всем привет, друзья мои. Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Вот я на площади Галата-Сарай. Так красиво подготовили эту площадь. Наш флаг турецкий. Смотрите, как идет активная работа. Сажают цветочки. Подойду поближе, посмотрю, что есть цветочки. Вот и рабочие, которые катаются. Не работают, а катаются. Так что вот, готовится к празднику Турция. Готовится. И Мерсин. Как красиво, правда. О, эта стрыня сразу поднялась. Смотрите, какие красивые цветочки будет сажать. Желтенькие. Ломбочки. Вот видите, как сажают цветочки. Решила сегодня поменять маршрут. Иду по городу возвращаюсь. Здесь хочу показать вилы, вилы. В центре города у нас много. Есть такое место, где есть вилы. Иду сейчас. Вот осталось совсем немножко. Впереди мой дом. Надо, знаете, как пшить? Не по шаблону. Шаблон, это то, что мы делаем от двух же гостей. А, менять свое направление дороги. Тогда мозг начинает думать. О, как интересно. Мы вчера так хорошо время провели. Мы были в гостях с Эндером. Ой, какие розы, посмотрите. Боже, как красиво. Но они не пахнут. Но красивые розочки, да. Видите? Мы вчера с Эндером были в гостях у наших друзей. Так классно посидели. Очень хорошо посидели. Они пригласили нас на веку. Естественно, мы тоже там. Я быстренько пожарила канатики. В духовке. И мы пошли на ужин. У них была рыба. У нас была курица. Ну и были много закусок, салатов. Посидели мы. И еще познакомились с одной парой, которая в скором времени поженится. Невеста пришла с женихом. И невеста из Батумии. Я так рада. Так приятно, знаете. Она возвращается в Батумию на днях. Может, сегодня даже. И она настолько обрадовалась, что увидела нас. Смотрите, какой магазин. И сирийский магазин здесь очень хорошо. Они продают нормальные цены. И люблю этот магазинчик. Но у нас есть рядом базар, который мы ходим. Это на всякий случай пожарный. Да, на всякий пожарный. И продолжаю нашу тему начатого разговора. Ох, эти машины шумные. И потом приходится видео менять, устранять эти шумы. И голос изменяется. Ну так вот, мы замечательно посидели до 11 или 12. Мы пришли домой. Половина 12-го. Я сразу отключилась. Легла на диванчик и заснула. У нас так хорошо дома уже. Уже можешь ты с открытыми окнами, дверями, лежать в простых тоненьких носочках, в комточке. И не укрываться одеялами и не мерзнешь. В общем, очень все здорово. Друзья мои, наконец-то пришла весна. Знаете, что, холодная весна, даже все говорят. Мы вчера сидели и обсуждали тему эту. Говорит, такой зимы не было в Мерсине никогда. Ну вот, мои дорогие, я уже к парку подхожу. Сумасшедшая Светлана. Муж мне не разрешил снимать вчера. Говорит, оставьте этот телефон и камеру. Опять он злится, что я везде камеру, камеру. Я выключила интернет и не общалась. Ну, не понимает он. Все это терпит, терпит. Потом у него вот так подходит. И все. Он снимается, хочет, потом обратно. Ну, сделаю перерыв, не буду снимать своего мужа. Вообще не буду снимать, когда он рядом. Потом начнется... Пройдет у него этот момент. И продолжу дальше. Да. Можно его тоже понять. Я не злюсь. У него на это веские причины. У него уже много и недругов. И бывшая, которая контролирует его. Поэтому я даже не знаю, как бы быть, мои дорогие. Он мне говорит, оставь этот телефон, я тебе буду платить за это. Оставь его, брось, закрой. Я говорю, как я могу закрыть свой ютуб, когда это моя жизнь. И это моя жизнь, то, что я общаюсь, с кем-то разговариваю с вами. Периодически я пытаюсь я как-то не делать его, не работать, но потом меня тянет к вам. У меня бизнес-канал, который стремительно развивается. Так что я ворвалась в социум, не могу из него исчезнуть просто так. Но турки этого не понимают, турецкие мужья этого не понимают. Но знаете, когда камеры нет, так как спокойно жить, и люди вокруг все спокойно относятся. А тут он когда всегда с камеры не в напряге. Вот наш балкончик, мое белье. Сейчас приду буду занавески стирать, уборкой заниматься. Вот так у нас жизнь и проходит. Ну, удовольствие получаю я. Кстати, посмотрите, какой грязный у нас прошел дождь. Машины грязные, грязные. Африканская пыль, говорят. Видите, какие грязные машины. Грязную чей машиной так хочется этот цветочек сорвать, расплавить вазочку. Как вы думаете, получится ли хоть одну штучечку, одну веточку. Ну что, друзья мои, то связи. Сегодня на ужин я приготовила нам, ну, Машка ест макароны, танцуты. А я приготовила еще и себе, и ему вот такой испанак. Посмотрите, именно увидела рецепт в ТикТоке. Настоящий турецкий испанак. Сначала яйцо вбивают, прожаривают, потом сверху испанак, шпинат. И на медленном огне потом переворачивают и опять на медленном огне. Также у нас салат из моркови с чесночком и йогурта и салатик. И вот такие цветочки, которые я сегодня сорвала. Какие же они красивые. Розочка пахнет. Приятного аппетита. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok